Добрый день любители радиоуправляемой модели. Здравствуйте. Сегодня у нас вторая часть урока. Собирать мы начали. Собирать мы начали учебные белоэтажные модели фонтана. Сегодня, думаю, что мы закончим крыло полностью и, возможно, что-то успеем еще сделать, доделать. Начинаем. Давай приступим. Итак, на прошлом занятии мы сделали силовой набор крыла. Он у нас приклеился, не высох, все уже не держится, не отпадывает. Сейчас нам нужно усилить линию отреза элеронов, зашкурить заднюю кромку и можно будет крыло закрывать. Для усиления элеронов используем брусочки из толстого пенопласта. В нашем случае это кусок пеноплекса, разрезанного по толщине, примерно до 15 миллиметров. Отрезаются примерно такие брусочки шириной сантиметра 3 и они будут расклеиваться вот сюда вот по линии отреза элеронов. Примеряем брусочки, отмеряем его ширину на нервюрах. Эту часть нервюра нам нужно аккуратно вырезать. Снова примеряем брусок пенопласта и размечаем сколько нужно их будет срезать. Теперь берем линейку и по отмеченным точкам проводим прямую линию. И теперь аккуратненько вырезаем линейку. И теперь аккуратненько вырезаем линейку. Вот получается вот такая вот заготовка. Она немножко неровная, специально срезана с запасом, чтобы можно было по месту подогнать более точно. Спешить не надо, работа довольно тонкая, чтобы не пораниться, не испортить заготовку. Но если не получается сразу срезать такой тонкий клин пенопластовый, можно просто приклеить целиком весь брусок и сточить его шкуркой. Это дольше, но кому-то может показаться проще. Еще раз примеряем отрезанный линейк из пенопласта на место. Он у нас подходит немножко даже с запасом. И это хорошо, его можно уже приклеивать. Пока гния подсыхает, нанесем ее на картинир. Ну вот, у нас получается такой пенопластовый брусок. Теперь, когда будем отрезать элероны, у нас по линии отреза уже пустоты образовываться не будут. Теперь, когда маленько присохнет, можно будет его зашкурить по профилю нервюр. А пока сохнет клей, повторяем то же самое со второй консолью крыла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, теперь эти заготовки нам нужно сошкурить по профилю нервюр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь можно примерить обшивку крыла. Нужно ее аккуратненько загнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видим, у нас немножко лишнего остается. В принципе, так и должно быть. Мы специально оставляли нахлёст. Но сейчас нам этот лишний пенопласт будет уже мешать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому аккуратно отмечаем. И излишки нам надо будет отрезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы задняя кромка у нас получилась потоньше, нам нужно до этой линии аккуратно сошкурить ее на клин. Причем и нижнюю часть, и верхнюю половину обшивки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наносим клей на детали каркаса. И особое внимание уделяем задней кромке крыла и усилению элеронов. Также промазываем клеем заднюю кромку на второй половине обшивки. Клей немножко просушиваем, но не сильно. У нас должна быть возможность скорректировать положение обшивки, если крыло окажется слегка перекрученным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот теперь аккуратно загибаем обшивку. Хорошо ее прижимаем, чтобы проклеилась, чтобы обшивка приклеилась ко всем деталям. И смотрим, чтобы не было большой перекрутки крыла. В нашем случае крыло немножко ушло... В нашем случае крыло немножко скручено, задняя кромка ушла вниз. И аккуратно ее выправляем. Ну и аналогичным образом склеиваем вторую половину крыла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз контролируем отсутствие крутки. Проверяем, чтобы обшивка везде нормально приклеилась. Чтобы не было пузырей, обшивка не отходила от каркаса. Если требуется, еще раз поджимаем, выгибаем крутки. И ложим крыло склеиваться под груз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь, пока крыло у нас клеится, можно заняться хвостовым оперением. Хвостовое оперение это у нас стабилизатор, киль. И еще можно сделать вот такой хвостовик крыла, переход от крыла к фюзеляжу. Делать мы их будем из двух слоев пенопласта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вырезанный хвостовик крыла мы просто склеиваем между собой обе детали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а с кильом и стабилизатором будет немножко посложнее. Так как на этих деталях у нас есть подвижные рули, нужно их навесить на какие-то петли. В качестве петель очень удобно использовать сетку-серпянку из стекловолокна. Она идет уже с клеевым слоем. Просто отрезаем небольшой кусочек нужного размера, наклеиваем его на пенопласт и склеиваем детали между собой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После склейки киля можно сразу же прорезать руль направления. В верхней части руля вырезаем полоску миллиметра полтора шириной, чтобы не было заклиниваний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом аккуратно прорезаем линию сгиба. Но стараемся резать так, чтобы не перерезать нитки сетки. Ну и затем надо срезать на самом руле уголок под 45 градусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а сейчас займемся стабилизатором. Это один из наиболее сложных элементов хвостового оперения. Самая большая проблема здесь в том, что половинки руля высоты у нас соединяются очень узкой полоской пенопласта. Если мы его склеим просто так, то, скорее всего, именно в этом месте руль высоты у нас сломается. Значит, нужно это место усилить. Для этого будем вклеивать в руль высоты рейку. Под рейку аккуратно вырезаем паз. Затем промазываем боковые стороны рейки клеем и аккуратно вклеиваем ее на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующим этапом нам нужно сделать п-образную скобу, которая будет соединять половинки руля высоты. Для этого мы используем кусочек стальной проволоки диаметром миллиметра полтора-два. В нашем случае это обломок спицы от старого зонтика. Ну, в принципе, годится любая достаточно жесткая проволока. Аккуратно сгибаем ее под 90 градусов, прикладываем к стабилизатору и загибаем второй конец так, чтобы... И загибаем второй конец так, чтобы они заходили примерно на два-два с половиной сантиметра на каждую из половины круга высоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, теперь из полоски жести нам нужно сделать шарниры. Отрезаем узкую полосу. От нее кусочек сантиметров 5 длиной. Сгибаем вокруг скобы под небольшим углом и зажимаем плоскогубцами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как рейка нам не даст вклеить скобу в первую половину, будем вклеивать скобу во вторую часть стабилизатора. Скобу размещаем по линии сгиба, вдавливаем ее в пенопласт. И чтобы она у нас получше углубилась, можно или немножко прорезать, или продавить ручкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остается промазать клеем и приклеить скобу на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и так же, как для руля направления, для руля высоты нужно сделать петли. Снова отрезаем полоску сетки, приклеиваем ее. И можно склеивать половину стабилизатора между собой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, стабилизатор у нас склеен. Сейчас мы его снова отправляем под пресс. И на этом наш сегодняшний видеоурок будет завершен. Ну что, друзья, вот еще очередное видео у нас подошло к концу. Сегодня мы сделали, Алексей, напомним. Сегодня мы закончили крыло и сделали детали хвостового оперения. Урок был сложный. Если вы что-то не поняли, можете посмотреть еще раз. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Насчет чертежей, я думаю, будет тоже отдельный урок. Да, Алексей? Чтобы показать, как склеиваются они, если кто-то не знает, да? Да, думаю, что отдельным уроком это мы покажем. Уже, скорее всего, после сборки самолета. Может быть, другой какой-нибудь самолет. Начнем именно со склейки чертежей. Так что, если будут вопросы, задавайте насчет чертежей. Мы вам обязательно поможем. На этом мы наше видео заканчиваем. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. До скорой встречи. Пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!